На улице дождь поливает. Вчера вечером начался, до сих пор никак не закончится. А я пошла обследовать территорию Железноводск. Место, куда я приехала. И вот первое, что я увидела, вон там. Вон там, видите, гора. Что за гора, пока не знаю. Тут их несколько. Есть гора Железная, есть гора Верблюд, есть гора Меловая. И они все в разных местах. А какая это, я пока не знаю. Вот очень не Железная, Железная в другом конце города находится. А я в таком спальном районе. В этот раз не рядом с курортной зоной. У меня не получилось устроиться. Я поздно решилась на поездку. И поэтому... Ну, еще и Железноводск я толком не знаю. Я не очень поняла, где снять. Что получилось, то и получилось. Ну, в принципе, жилье-то меня устраивает. Совсем рядом с домом. Магазин Магнит. Вон там, смотрю, купола. А, не видно. Как по-другому стать. А, не получилось. Ну, вон, наверное, видно купола. Там какой-то храм. Нужно сходить, смотреть. Возможно, я сейчас не еду. Но мне сказали, что здесь рядом санаторий находится. И рядом санаторием есть бювет с подвоей Славяновской. Вот я ему туда сейчас и иду. Потому что она мне нужна. Так что иду смотреть. Санаторий и бювет. А потом уже пойду смотреть просто примечательности. Мне сказали, что я хочу дать куплю. У меня здесь рядом небольшой озеро. Но она мне, конечно, не особо нужна. В мае как-то не покупаешься. Но говорят, что там очень хорошо гулять вечером. С собачкой. Ну, посмотрим. Я надеюсь, до завтра дождь пройдет. Его больше не будет. И мы сможем гулять и в другом месте. А сейчас я первый раз за поездку оставила его дома. Потому что тащить ее под дождем, тем более в месте, который я совсем не знаю, мне не хотелось. Мы лучше попозже с ней сходим. Я сейчас продукт куплю. Найду где бювет. И попозже сходим и просто прогуляемся к тому озеру, о котором мы не рассказывали. Пока я еще даже не знаю, где он находится. Я почему-то вышла, даже не посмотрев на карту. Ну, собственно, я пошла в ближайший магазин и искать бювет. Сказали, вот остановка, рядом санаторий, напротив, и там бювет. Пойдем искать. Остановку нашла. Я увидела милых уличных музыкантов. Вот, смотрите, какие. И... Ох, видно, что ж? Такой вирус, зонтик. Бог с ним помогло чуть-чуть. Вон, какой красавец! Я таких музыкантов видела в городе Энгельсе. Там тоже были очень интересные музыканты и музыкальные инструменты на улице. А здесь, видите, это же фонари. Чудо-то какое! Это фонари. Так, ну и остался скрипач. И остался скрипач. Классно! Чудесные фонари в виде музыкантов. Но они стоят здесь не просто так. Здесь детская музыкальная школа города-курорта Железнободска. Вот. До нее я дошла, а до бювет еще не дошла. Я его пока не нашла. Ах, красавец, саксофонист! Вот так я на плечиками. И пойду еще раз к гитаристу схожу. Ах, красота! Да, Железнободск не Пятигорский. Здесь никаких указателей нет. И чтобы найти, нужно либо пользоваться навигатором, либо языком. Говорят, язык до Киева доведет. Так и здесь. Под дождем снимать очень сложно. А я хотела вам вот ту гору показать. У меня тут сплошные горы. Из горы, смотрите, как здорово спускается туман. Кажется, я нашла санаторий. Еще здесь есть вот такая вот часовинка. Я еще не посмотрела, через кого она освещена. Но часовинка симпатичная. Вот так гору лучше видно. Классно. Нашла, откуда ее получше снять. Даже такую погоду красиво. Вот этот туман над горами. Здорово. Иду вдоль территории санатория. И здесь вот такую изгородь устроили. Из деревьев. Любят у нас обрезать деревья под корень. Оказывается, бювет не так уж и близко. А здесь вот какая красота цветущая. Похоже, я просто пошла не в ту ствердую, а обошла вокруг квартала. Красота-то какая здесь. Аллея любви. А вон там, похоже, и бювет. Интересные колесики, лавочки. Мне они напомнили белку в колесе. На всех кавказских городах вот такие вот указатели. Ее мне он нравится. Приложила ладошку к сердцу. Интересная инсталляция. Но я сегодня не буду прикладывать. Приложу как-нибудь попозже. В руках зонт неудобно. Ах, вы красавчики-то какие. Жалко, что не живые. Огромная клетка с попугаями на жердочке. На аллее любви. Ох, прелесть-то какая. Чудесный каскадный фонтан, как будто шелковая лента. И двое влюбленных под дождем. Прямо как я под зонтом сейчас. Все равно захотелось. Как-нибудь вот так сейчас уберу этот зонтик. О, прелесть какая. Прямо как шелковая лента. Ну а сзади вот все самые сердечки с ладошками. Так что мы еще погуляем по Железноводску. А вот и бювет. Ну, на вид страшненькое сооружение. Наверное, еще советской постройки. Посмотрим, что внутри. Питьевой бювет западный. Часы работы с 7 до 8, с 12 до 13, с 17 до 18. А правильно, когда обед, завтрак и ужин. Я пришла немножко рановато. И поэтому стою и жду, когда откроется бювет. Ну, это нормально по времени. Тут 15 минут осталось. И покажу вам вот эту красоту. Вот. Аллея людей и храм. А вы не знаете, как храм называется? Ольгинский. Ольгинский храм. Вот сейчас я на обратном пути туда и зайду. Как раз, наверное, службу. Или сегодня не будет. И так выглядит бювет. Здесь горячая и холодная вода. И довольно-таки большое, просторное помещение. Химический состав. Железноводская минеральная вода. Скважина 64. И, конечно, как в любом бюлете, здесь много всякой всячины. Как ни странно, на Кавказе полно янтаря. Здесь торгуют янтарем на каждом шагу. Попила я водички в этом бюлете. И, на мое счастье, закончился дождь. И я могу идти теперь спокойненько. И сейчас пойду к фонтанчику схожу. К влюбленным схожу. Ручку к сердцам приложу. Ну, в общем, слава Богу, пока не льет. Так, разведываю немного дорогу. Теперь я кое-что узнаю здесь. Когда я приехала, квартирная хозяйка сказала, что до курортного парка нужно ехать, где-то далеко. А я сейчас поговорила с переханщиками. Они говорят два километра. Два километра до нас. Фух, мы вчера на помощь уходили. Вот он, красавец какой этот фонтанчик. Очень мне тут понравилось. Двювет, конечно, советский, но фонтан красивый. Говорят, в последнее время звезда, да, вот, вот, преображается. Становится все лучше и лучше. Вот, и к пяти часам все потянулись к двювету. Потому что здесь как раз перед этим включают воду вот эта парочка влюбленная. Я наподобие памятника видела в Бенгерсе. Может, я уже говорила? Не помню. Сейчас я их на плечи посажу. Оп! Вот так. Ну, и пойду дальше. Пусть они себе там влюбляются под дождем, под зонтом. А мы всего без зонта уже пойдем дальше. И вот я вам говорила, вот видите, какие скаминки. У меня такое ощущение, что белка в колесе вот когда бегает. Аттракцион у нее в клетке обычно такой. И здесь также. Так, ну сейчас попугайчикам. Они вон сидят бедные в клеточке. Как они? О! Они пока со спины. Сейчас мы их обойдем. Я боялась, что в железнодомудске нечего будет посмотреть. Меня все пугали, пугали. Говорят, скучный голос. Нечего смотреть. Ну тут вот даже в первый день уже есть что посмотреть. Вот они красавчики. Привет, малыши. Интересно, как их зовут. Не очень получается. Ну ладушки. Вот такие вот малыши. О! Вот так. Вот так. У пугайчики в клетке. Ну теперь пошла к ладошкам. Пока, малыши. О! И я люблю железнодомудск. Я еще не успела его полюбить, но надеюсь полюблю. А сзади меня гора. Я пока еще не выучила название этих гор. Какая гора сзади, я еще не знаю. Я потом узнаю и расскажу вам все. Ну вот я к этим знакам пришла. Вот это понятно. Сердечко нам показывают. А вот к чему это, может вы знаете. Напишите мне, зачем этот знак стоит. Ну и мы с вами на аллее любви. Это все признание в любви железнодского. Вон там сердечки. Здесь надпись. Олея любви. Пойду-ка я к сердечку. Вернее, к рукам, которые держат сердце. Вот так. И вот этот. Не знаю, как лучше. Наверное, вот так. Ольгинский храм в центре сердца. И железноводский люблю, и Ольгинский храм люблю. А тут сквер тренажеров. Ну это прям все по дорожке любви. Вот так современненько. Хороший уголок. И опять гора, гора, гора. Точно не знаю. Вроде сказали бык или верблюд. Потом я сверюсь. От Ольгинского храма торчат одни купола. Я пришла к Ольгинскому храму. Представляете, купила стабилизатор. Привезла хороший фотоаппарат. И в первый же день у меня сгорел зарядник от фотоаппарата. И купить его здесь не могу. И поэтому снимаю опять на телефон с помощью селфи-палки. Уж простите. Очень красивый храм Святой Ольги. А sea не очень красивый ход. И не очень красивая ditарара. Уж от него очень красивый звонок. Архиепископ Ставропольский и Бакинский Антоний Храм в честь святой равноапостольной великой княгини российской Ольги В честь тысячелетия Руси построен храм Большая колоколинка И вход в храм Очень красивый храм понравился Правда, я не вовремя пришла, там темно Интересный звонец очень На колоколе написано «Господи, не нам, но имени Твоему дашь славу» 2012 год для Ольгинского храма Вид от ворот Ольгинского храма Я побывала в Ольгинском храме Первый день пребывания в Железноводске оказался удачным Я боялась, что будет намного хуже Потому что погода была с утра отвратительная Дождь поливал И я говорю, ну все, пропал день Нет, день не пропал Я очень хорошо погуляла Смотрела много интересного Вот Ольгинский храм Напротив него вот такая гора И отправляюсь сейчас домой Спасать мою Еву Которая сидит там одна Я ее не взяла, наверное, зря Потому что погода-то разгулялась Ну на этом все На сегодняшний день Пока вам всем Я буду, конечно, снимать Рассказывать Рассказывать Показывать Подписывайтесь, пожалуйста, на канал Делайте лайфики Пишите комментарии Они дают возможность Моему каналу развиваться А мне очень хочется развиваться И это даст мне возможность Показывать вам Очень интересные места По которым я путешествую До свидания До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok